Здравствуйте, меня зовут Данил Дмитрий. Я приветствую вас в Санкт-Петербургской школе телевидения. Сегодня мы поговорим о том, как делать анимацию ускорения и замедления символов в программе Adobe Flash. Как пример, я нарисовал заранее два объекта. Первый объект это стрела. Вот она на одном слое. И второй объект это мишень. Мишень находится на втором слое. Важно, чтобы объекты были на разных слоях. Стрелу я запущу при помощи анимации символа. Для этого я первым делом, конечно, мишень закрою, глаз и замок, а стрелу преобразую в символ. Сделать это можно двумя способами. Либо правой кнопкой щелкнуть, преобразовать символ, либо нажать кнопку F8. Я сделаю так. Преобразую в символ и назову его стрела. Стрела. Тип графика, регистрация в центре. Окей. Второй объект мишень. Двигаться не будет, поэтому просто оставить можно его, как он есть. Единственное, что я преобразую этот объект в группу, при помощи нажатия клавиши Ctrl G. Просто, чтобы случайно не стереть его. Продлю длительность ключевых кадров при помощи кнопки F5 до двух секунд. Итак, у меня стрела преобразована в символ, мишень преобразована в группу. Я беру стрелу и расположу ее в положение, из которого она прилетит. Это будет вот таким углом за кадром. Там она будет стоять до поры до времени. Нажимаю F6, отделив ключевой кадр, затем нажимаю не так далеко от этого места. Второй раз F6, отделяю второй ключевой кадр и перемещаю его уже непосредственно в мишень. Вот так, чтобы она как бы ударилась с него. Создаю анимацию движения. Правой кнопкой щелкаю по кадру. Создаю классическую анимацию движения и появляется стрелка. То есть символ летит. Тут важно обратить внимание на то, чтобы стрела летела по прямой. То есть она как бы падает. Если так посмотреть, что мы видим, немного неровно идет. То есть не линия. Вот так линия. Так будет лучше выглядеть. Ага. Вот. И собственно сама анимация происходит. Здесь я применю, хотя этот урок не посвящен маске, но я применю маску для того, чтобы отделить, чтобы сделать так, что стрела застряла в яблоке. Для этого я сделаю новый слой. Назову, то есть он станет маской, правой кнопкой маска. Нарисую здесь область, в которой стрелу будет видно. Маску можно не обращать внимания, потому что она нужна только для того, чтобы скрыть стрелу. Чтобы скрыть стрелу. Скопирую ключевой кадр, чтобы стрела изначально была в таком положении. Так. Ну и вот. Стрела летит. Летит и застревает, попадает в мишень. Застревание сделано при помощи маски. Этому отдельный урок посвящен. Не будем мы на этом акцентировать внимание. Стрела у нас имеет просто простую траекторию, то есть простую анимацию. Она летит из точки А в точку Б. Была здесь, стала здесь. И сделала это она не просто так, а с ускорением. Но бывают случаи, когда объект должен, я сейчас удалю лишние слои, когда объект должен сначала ускориться, а потом замедлиться. То есть это в большей степени касается таких объектов, как любой брошенный мячик, машина, что угодно. То есть объект, который вначале находится в спокойном положении, она двигается без ускорения. Стоит, двигается и остановилась. Дело в том, что мы если поставим в точке А, ускорение или замедление, это свойство будет влиять на всю анимацию. Для того, чтобы сделать и ускорение, и замедление, нужно дополнительный ключевой кадр создать, то есть в середине. В точке А ставлю ускорение, то есть щелчок по кадру, щелчок по свойству и ускорение. Минус 100, ускоряться будет. В точке Б свойство замедления. То есть объект сначала ускорится, а потом замедлится. И сейчас посмотрим, что получилось. Видно даже при помощи кальки. Здесь фазы скучкованы, здесь их меньше, и здесь снова скучкованы. То есть скорость низкая, высокая и опять низкая. Посмотрим, как это выглядит. Вот так и выглядит. Не так хорошо заметно, как было ускорение при ударе в мишень, но все же. Таким образом, вы можете использовать свойства ключевого кадра, то есть ключевые кадры — это кадры, которые санимированы, а именно замедление и ускорение, которое выражается числами от минус 100 до плюс 100. То есть я использовал только сейчас экстремальные значения, то есть максимальные, минус 100 и плюс 100, но, конечно же, можно использовать любые числа в этом диапазоне. То есть смотря на какую степень объекты должны ускоряться или же замедляться. Таким образом, вы теперь знаете, как можно делать ускорение и замедление движения анимации символа. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...